Денис забрал меня с работы и мы едем в Вайлдберрис. Там пришли вкусняшки для Коти. У нас такой дождь льет. Уже прям такая осень-осень. Видите какое небо серое, хмурое. Денис уже даже в куртке. Я уже активно готовлюсь к осне. Ну походу он у меня длинный. Зачем? Ну конечно. Что это? А что ты такое заказала? Ну потому что должно было быть чуть ниже колен. Как так? Ну так. Ну правильно что удали? Просто у меня рост. О господи. Что, остается? Я не знаю. Особенно рукава. Ну что ребята, пальто оказалось ужасно большим. Хотя вообще оно мне очень понравилось. Теплое, мягкое, как я хотела. Из серого такого красивого оттенка. Наверное я перезакажу на размер поменьше. Ну мне конечно оно очень длинновато. Но если будет размер меньше, думаю может оно и длина будет поменьше. Муж мне с работы привез подарок в гостиницу. В честь чего? Сегодня день нефтяной и газовой промышленности. Им на работе что-то давали. Вот тебе. Сказал. Это вам на работе давали? Ну да, упаковка. А что ты сам-то не съел? Или там большая была? Я съел. Большая упаковка еще печенье. Поздравил всех, собрали. Спасибо, что ты мне принес. Он такой хитренький, убежал сегодня с работы пораньше и говорит, выходи, я за тобой приехал. Я говорю, а ты что с работы отпросился? Ну да, я думал, что дождик идет и ты промокнешь. А ты тем более такой. Самый хитрый муж на свете. Почему хитрый? Тебе говоришь, ты не веришь? Уйдет с работы пораньше и сваливает на меня. Типа он обо мне заботится. Да нет, конечно. Да нет, конечно. Чего тебя не знаю? Он вон тебе, да, до следующих час, когда будешь вон. Подождем пойдешь. Да, подождем пойдешь. Вот не хочешь. Да нет, молодец, молодец. Спасибо. А вот ты вот не молодец. Орет и орет, орет и орет. И в туалет ходит, когда у нас дома нет. Она раньше, видите что, все серое, дождь. Все, жары наши, как корова слизала, больше нет. Она раньше в туалет ходила так хорошо. Утром встанет, покушает, в туалет сходит. Мы уберем и идем на работу. А сейчас у нее что-то там нарушилось. И приходим с работой, а тут подарок от Стеши. Да, вот. Стакан гостей приглашала. Стакан не помыл. Стеши, ты что стакан не моешь? Что с тобой? Чай пьете тут с гостями? Так, что я хотела бы показать? А. И вот то, что мы взяли в итоге на Байлберис. Это вот такая маска Индола. Кератиновое выпрямление. Это про то, что я вам говорила. Вот эта маска для волос очень мне подходит. Но я, ребят, не могу советовать всем, потому что у всех структуры волос разные. Для моих поврежденных волос она очень хорошо справляется с ними. Они становятся гладкими, не пушатся. А для нормальных волос, может, она и будет тяжеловат. Ну, в общем, вот такая. Если хотите, на Байлберис она есть. И взяли кошке вот такую упаковку корма. Знаете, почему именно такую? Потому что последний раз были в Ашане. И я просто, проходя мимо, зацепила вот такую упаковку. Просто мы торопились. Я не глядя вообще взяла. Иногда кошке даю, потому что она просит. Но обычно мы берем шебу или вискос. А тут, думаю, незнакомую. Ну, ей для разнообразия. И вы не представляете, каково было мое удивление, когда она ее всю съела. Все абсолютно. Обычно она просто просит, а ее особо не ест. Вот ей положь, она лезнет по два раза и уходит. А здесь она все съела. Ну, правда, та была, это вот я взяла для стерилизованных, а та была для котят упаковка. Но также назывался корм Дарси. И вот ей понравилось очень сильно. Она съела все до кусочка и даже вылизывала потом пустую миску. И я решила ей еще заказать. Видите, как много на Байлберис только такой упаковкой можно заказать. Я сейчас переживаю, вдруг она не будет есть. Но если не будет, я всегда ношу для бездомных кошек вот такой пакетик у меня в сумке лежит. И, ну, отдам кому-нибудь. Кстати, у меня новый маникюр, если вы заметили. Сделала самый обычный, такой жемчужный, переливающийся цвет. Жемчужинки. Чтобы не париться в отпуске. И длину убрала. Вот, сейчас я ей положу. Посмотрим, будет она, не будет его. Вот такой корм. Кстати, пахнет он не так приятно, как всякие вискосы и другие корма. Они пахнут вкуснее. А вот этот корм нет. Он пахнет вообще какой-то сырой рыбой. Или вот этот пахнет прям вот отварным мясом. Ну, так запах не сильно едкий. Что кушает? Не знаю, пока что-то нюхает. Нет, это что-то не тот. Тут другой упал. Тут другой, да. Но тот был для котят. А этот для кошек. Там что-то другой был. Ну, нет, он был такой же, но для котят не было, к сожалению. Там был для котят. Этот, видишь, для стерилизованных кошек. А там был для котят. Надо было брать. Я думал, ты именно тот заказал. Ну, этот производитель-то тот же. Нет, вроде он кушает. Сейчас, мне кажется, вылезет. Он обычная жидкость только вылизывает. А вот эти кусочки не кушает. Ну, посмотрим. Не знаю. Вот, ребята, и настала эта крайняя пятница. Наш крайне рабочий день перед отпуском. Теперь мы с Денисом вдвоем в отпуске. Отпуск нам дали на две недели. У Дениса еще две недели будет. А я свои две недели отгуляла еще в июле. Мы с ним распланировали так эти три дня. Что вот в пятницу вечером мы будем убираться дома. Так как мыть, обычно говорят, полы перед отъездом, это плохая примета. Поэтому мы решили все помыть в пятницу. Чтобы оставить дом в чистоте. Чтобы вернуться в чистый дом. Итак, значит, через два дня мы уезжаем. С кем мы оставляем стешу? Это самый частый вопрос. К сожалению, стешу оставить вот так, чтобы прямо с кем-то мне не с кем. Все люди заняты. Никто не переедет к нам жить. У всех семьи, дети и так далее. Поэтому подружка моя будет ходить и кормить стешу. Но, конечно, целый день она с ней сидеть не сможет. Единственное, что будет ей менять лоток и кормить. Конечно, мне ее очень жалко. Я сильно переживаю по этому поводу. То, что мы ее оставляем одну. Она будет, наверное, без нас скучать. Наверное, будет без нас очень сильно скучать. Но деваться некуда. Поэтому поступаем так. Раньше с ней оставались родители. Сейчас мы едем все вместе. Едет еще моя сестренка, кто не знает. Мы встречаемся в аэропорту в Уфе. И дальше уже все вместе летим в Крым. Конечно, сейчас, если так сказать честно и откровенно, у меня не очень хороший такой настрой на этот полет. Изначально был и сейчас в том числе. Во-первых, потому что в Крыму испортилась погода. Насколько я знаю, сейчас смотрела. Температура плюс 21. Это не то, что мы хотели. Мы ехали для того, чтобы там загореть и искупаться. Для нас на любом отдыхе главное море и солнце. Это то, ради чего мы туда едем. И как раз так совпало, что сейчас погода в Крыму испортилась. Мы расстроились из-за этого. Но деваться некуда. Уже все куплено, билеты куплены. Еще раз убедилась, что никогда больше не буду покупать билеты заранее на отдых. Лучше всего брать горящие путевки. Прям вот уходишь в отпуск и заказываете и летите. Это лучше всего. Когда берешь заранее, то могут измениться обстоятельства. Может кто-то заболеть и так далее и тому подобное. Горящие туры самые лучшие, на мой взгляд. На улице, ребята, уже совсем темно и начался такой сильный-сильный дождь. Я пришла полить мое второе растение. Это алой, который я пересадила. И он немножко у меня упал. Вот так вообще живет. Тут мой уголочек. Видите, сколько у меня теперь икон? Раньше вообще у меня всегда была только одна. Это вот эта. А, вот эта и вот эта. Которая мама нас благословляла. У русских есть традиция благословлять иконой. Вот эти две были. А это все то, что вы мне присылали. Видите, сколько много всего. Все здесь хранится. Я, когда подхожу, сразу вспоминаю. Ужасный дождь. Наверное, вам слышно? Не знаю, слышно или нет. Дождь идет просто стеной. А мы с Денисом продолжаем убираться. Мы уже практически закончили. Я сейчас полью. Время 9, наверное. А нет, 9 только. У нас уже темень. Все, наверное, ему хватит. Здесь уже Дениска везде полы намыл. Я тоже убиралась. Там все в зале прибрали. Тут у нас еще мывается. А где он? А, вон он. Знаешь, сегодня что прочитали. Знаешь, как понять, что ты одинок? Знаешь, как понять, что ты одинок? Это если прошел август, а тебе никто кабачок не предложил. Я не понял. Я не понял. Я не понял. Я не понял. Что, я не понял, что ты одинокий человек. Ну вот, значит, ты не одинокий человек. Тебе 10 кабачков предложили. Все. теперь можно с чистой совестью ложиться спать с чистой совестью и с чистым домом а на улице дождина нашу машину поливает у нас кстати смотрите во дворе точно такая же машина появилась вот она вот наша а вот соседская один в один вот они две одинаковые а как пахнет дождем я люблю дождь после такого зноя который у нас был это вообще спасение собираемся ребят по делам что заедем к маме отдам ей заказ она заодно померит и еще у нас отозвалась наконец-то третья победительница вот людмила алешина отправляем ей этот комплект сегодня в крайний день своего нахождения дома как раз все будет выполнено этот комплект улетает в город подольск у нас еще там есть дела сейчас проедемся и потом уже домой соберет чемодан приехали в старую часть привезли этот вентилятор сейчас польем быстренько растение закроем все окна и все отдохнули просто когда они оставили вот эти нитки она слишком много перелили потом денис приехал нитки убрал по ниткам вода хорошо так идет с ведра это ты уже все перелиты хочу то есть ты не поле большие он же сухая а чё так мало-то на десять дней хватит что полей хорошо десять дней без воды стоять вот это так разросся это точно был мой он был такой маленький такой большой стал вот это тоже наш да и они все наши в принципе это наш мышь когда-то здесь жили все оставили потому что я не люблю цветы вот этот сильно разросся вообще а погода у нас вот такая печальная осень во всю дождь и слякоть и серые небо поедим мы к вам пришли привет привет мы опять нас племенями стращать ой дайте ну вы чё домашние вкусненькие ой со сметанкой соусом вы чё я вообще не молодец денец вот умница молодец ты чё офигел у нас только поели какие применяют под не понимая Зачем ты предложила, Ман, поедет? Ой, ну я так люблю, чтобы у меня поели. Ну, как это так? Я вот индейку еще варю. Ну, это я папе, он попросил индейку. Все, мы сейчас покушаем, вы что? Только дома так темно, вот, то жарко-жарко было, солнышко, да? Да. А теперь резко похолодало, уже лучше бы жара стояла. Ну, не лучше бы, я, конечно, не хочу жару, но это, у нас вечно так, ну, нормальная погода, то жарко слишком. Здесь крайне-то, крайне-то, короче. Все, раздевайтесь, сейчас покушаем, бельефочки. Все, домашнее. С говядинкой. Чего? Календарь, скандал. Ага, а это прицепила магнитикой, чтобы держалась эта. Вот там сборище травы. О-о-о, там целый склад. Ой, тоже места больше нет, вот некрасиво, конечно, но пользуемся каждый день, потому что куда вот, каждый день пользуемся. Вот, заваренный, вчера клевер заварила, вот, пьем. Мы же как травники. Травники. У нас чай вот такой вот, покупной, мы же его почти не, мы я для гостей держу, а также почти не покупаем мы чай. Мы вот травы, травы, травы. Мы, я просто каждый день почти меняю, мы одно и то же не завариваем. А, чтобы знать, какие? Ну, ты знаешь, мы травы пьем те, которые уже пьем по 50 лет. С детства. Поэтому мы уже к ним привыкшие. Прям, я в маленькой дозе, я не делаю прям такие, не знаю, это. Не, мы очень даже, мы умные, мы на травах. На меня не вари, я не буду. Почему? Как? Давай 10 штук. Я не могу есть, у меня стоматит сильный. Я еле разговариваю на то, что кушаю. Стоматит сильный. Да, я только манку кушаю. Ну, тогда тебе надо водки налить. Да, да, конечно. Да, да, Денис. Сними. Говорит, не могу, говорит, есть у меня стоматит, а вот тогда надо тебе водки налить. Я не знаю, какая она сейчас там собралась, я не знаю, что будет. Че, сильный, что ж, стоматит? Сильный. А это че? Это подписчица прислала посылку, там были конфеты. Да ты че? Ой, спасибо большое. Пусаки. Ой, какие красивые сни. Коробочка такая. Там в этой коробке были отдельно конфеты, еще она отдельно прислала. Я просто все сюда, и те, и те, и те задолкала. Ну, там всякие. Спасибо большое. Вкусные конфеты такие. Вот эти вот. Подарки. С Москвы. Вот эти вот, эти. Прямо с коньяком, вот прям алкогольные реально. Ага. Такие. Спасибо большое. С Воронежа и с Москвы. Спасибо подписчикам. Вот. Гостинца. Коробочка такая хорошая, Москва написана. А это вот мое. Это халат вот твой? Угу. Сейчас его померят. Померишь. Ну, мне кажется, он должен, потому что вот все, что 60-е берем. Угу. Сейчас я его один на все. Это штаны я тебе заказала. Не знаю, ты когда-то просила, что типа такого. Те. Сейчас. Ну, они типа тех, но только, мне кажется, материал потоньше, да? Сейчас я сэкосром. А это, не знаю, зачем ты не сделала. Это моя юбка вообще. Юбочка. А это папе штаны. Я заказала Денису и папе цвет хаки. Потому что черных такого качества нет. Вот только эти были. Качество хорошее, да. Денису тоже понравились. Материал плотный, да? Угу. И вот это такой материал, который вот не мнется, как у меня платье. Ага. Видишь, они не мнются. Я говорю, он такой плотный. Ну, вот 52-го, ты говоришь, маленький, а мне кажется, как раз. А Денису какой? Как раз 52-й. Как раз, да, Денис, нормальный, да? А, ну, тогда, наверное, язык от нам тоже будет, может, как раз. Так-то вроде мы ему берем, когда повещаем, а он 54, как-то, по-моему, ему берем. Мне кажется, они полноразмерные. Сейчас я пойду вот этот халатик померю. Штаны, с футболкой какой-нибудь. Сейчас, с футболкой какую-нибудь. Одину. Ой, штаны, это. Я же одни штаны тогда окончала, помнишь, я же говорила. А, я стирала. Я думала, они типа таких. Краска слезла. У них только резинка потоньше. Единственное, что у меня хлебушка маловато. Я не буду хлебать. Совсем не будешь, что ли? Алена, давай. Ну, 10 штук тебе. 5 штук. Да не буду эти, я говорю, я не смогу есть. Они горячие, потому что мне опять же... Они остынут? А чего? Чай, кофе будешь? Ну, а как? Ну, они же сейчас подостыли бы и все, я бы поела. Ну, если стоматит, это ведь не значит, что ничего не надо. Ну, я ем. А ты чем-нибудь обрабатываешь, нет? Зеленка. Ну, ты дочек, что-нибудь классный. Да, там уж нет. Зеленка, варту зеленка обрабатываешь? Да я этим брызгую всю ночь. Иромистином. Ну, что, не помогает, не знаю. Нет, вот смех смехом, а вот надо бы это, что-нибудь спиртное, наверное, вот так вот взять вроде. Ага, попробуй при такой язве спиртной. Нет, ну пусть оно обжигать будет, я знаю. Ну, пусть обжигает, но зато оно может как-то обрабатываться будет. Ростов соль, а я думаю, что плохо будет. Ну, не знаю, как соль. Вкусно? Конечно. Ну, давай, ну ешь. Ну, давайте, ну давай пять штучек. Они же остынут. Давай надрежу. Ты, давай вот у Дениса возьмите. Ничего вы как егодите, я не голодная, не хочу я. Я дома приеду, что-нибудь поем. Мне покормить заходят. Ну, ты же, видишь, мы же дома приеду, что-нибудь поем. Ну, я поем потом, попозже, я сейчас не хочу. Ну, а так я говорю, это свеженький дом. У рожки пятничные будет кушать. Ну, не буду я. А это, Денис, на соль как, нормально? Нормально, все, можно, можно. А я этому уже, то, что выезжаете, продукты уже не закупаю, никакие особо больше, чтобы нет, не оставались. Блин, надо, это все-таки еще в огород хватит, приедет вечером, надо съесть в огород. Что, забрать? Да, и вообще, посмотреть, да, это, вот такие помидоры крупные, вот в огороде целый таз. Мы приедем, от них все, они уже и сейчас переспили. Ну, понятно, дома ты кушаешь, там тоже осталось, но все равно. Вот так жалко, что с ними делать, там целый таз вот таких вот красных крупных помидоров. С ними чуть через месяц, все, они уже это. Может, там в холодильник положите просто? А, что, толку-то они в холодильнике уже все будут. Там же холодильник, там плохо работает, иногда там все в лед превращается. А, всегда он. Они замерзнут все. Я единственная, сегодня ночью, может быть, их, если посмотрю, это, в морозилке маленькое место есть, может, перережу, или как-то их, либо перекручу уже, или просто их. Ну, зайдем, может, тоже забрать, в морозилке там, домой. Да я же наморозила уже сколько, куда хватит. Нет, имеется в виду, которую заморозила, привезти домой. А, ну, там это. А, может быть, там, наоборот, нарежу, заморозить, прямо там в морозилке. Ну, у меня и здесь есть пока место. Чтоб сюда не везти, а потом уже перед, как-то, или плюс, подкручу. Нет, есть вроде тут место в морозилке. А картошку, че? Ну, че там в квадрате копать? А че мы его приедем выкопаем? Че мы его? Пусть там на плече зеленое. Что все выкопали, он старый. Все едут, там вообще не знаю куда, что-нибудь. Ну, ну, пусть копают. У нас же не кокосный поль. Че там выкопать-то у нас квадрат? Так, приедем да выкопаем, а на плече еще зеленое. На работе тоже говорит, а, я приеду, говорит, в Турции, а потом выкопаем. Да, конечно. А, я даже не переживаю, даже вообще не переживаю. Приедем и выкопаем. Там, я говорю, копать-то, она еще зеленая стоит, пусть стоит. Еще бабе лето будет, еще в конце сентября еще хорошие дни такие стоят. Ирина, вы вчера в Турцию улетели? Вчера или позавчера? Угу. Все семьи у них все по-рекам будут? Мелокина дома остальная, нет? С кем? Ну, с родителями, нет? Ну, они едут в основном из-за детей, чтобы они в море там воздухом подышали. Прям они одни уют, а детей остают. Они тогда с миссией, сколько, два или три месяца было, алисе они ездили, а сейчас оставлять будут. Готово. Ой, а потом вкус death... Давай вкусней дочергай. До новых встреч! До новых встреч! Вытолк! Субтитры сделал DimaTorzok